В 95-м году на экраны вышел фильм Дмитрия Астрахана «Всё будет хорошо». Напомню сюжет. Девушка Оля ждёт возлюбленного из армии, чтобы выйти за него замуж. В это время в город приезжает известный бизнесмен со своим сыном, Нобелевским лауреатом, и меняет привычный ход жизни. Фильм имел грандиозный успех у зрителей. Ещё бы! Здесь соединились сказочный сюжет, игра актёров и замечательная музыка. Здравствуйте! С вами программа «Тайны нашего кино» и я, ведущий Иван Усачёв. Сегодня вы узнаете, по какой причине актёр Марк Гранок чуть не ушёл из профессии. Не сильно так, это вообще-то, в первый театр страны. Я говорю, ну так а что? Если уж, как говорится, ворвать, так и миллионы. Почему актриса Ольга Понизова скрывается от посторонних глаз? Идёт, стучать ты нам, когда приходишь! Да я стучал! Из-за чего актёр Валентин Букин переехал в дом ветеранов? Тут нас питает, одевает, стирает, убирает. Кто из актрис фильма был женой режиссёра Дмитрия Астрахана? Та-та-та-та-та-а-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. И о чём мечтает исполнитель главной роли актёр Анатолий Журавлёв? У меня ещё впереди моя главная роль. Фильм пришёлся как нельзя кстати. Постперестрочный период все жители страны ждали перемен и с надеждой смотрели в будущее. Одним словом, верили, что всё будет хорошо, стоит только захотеть. А фильм Дмитрия Астрахана как раз это подтверждал. Мистер Президент, я обвесил весь мир, но не видел нигде такой прекрасной и чудесней девушки. Марку Гаранку было 22 года, когда он получил приглашение на свою первую роль в кино. Это была картина «Ты у меня одна», которую снимал Дмитрий Астрахан. В то время молодой артист учился на курсе у известного режиссера. Сразу после этой картины Астрахан приступил к съемкам фильма «Все будет хорошо». И некоторые из артистов просто перекочевали из одной картины в другую. Ну что, здравствуй, Катя. Так на съемочной площадке снова встретились Валентин Букин, Ирина Мазуркевич, Марк Горанок и ставший любимцем режиссера актер Александр Збруев. Константин Смирнов-Фирмастрон, это ты и есть? Это я и есть. А потом даже он мне предложил и третью картину, и четвертую даже картину. Он для меня остается очень близким человеком, режиссером, которого я очень-очень уважаю. Но надо пробовать разные, разные, разные. Я же тебя тогда любил. Мы разговаривали с тобой два раза. Но если в первой работе студент театрального училища Горанок сыграл героя Збруева в молодости, то в новом фильме начинающий актер стал его сыном. Петр Константинович, студент, математик. Смотри, смотри. Помню, что ты в университете. Ага. Роль нобелевского лауреата Пети стала для Марка счастливым билетом в профессию. Студент третьего курса даже и мечтать не мог о такой славе. Вот за кого он должен замуж выходить, а ты? Девушки сходили с ума от его улыбки и заваливали молодого артиста письмами. Очень скоро Марк женился. И казалось, что у него все будет хорошо. Но спустя всего полгода молодая семья распалась, от режиссеров перестали поступать предложения, и Марк уехал в Москву попытать счастье в ленкоме. Разве можно счастье заработать? Да можно и нужно! Понимаешь? Ну а куда мне в Москву? У меня в Москве только Александр Викторович сбрует. Я ему говорю, что Александр Викторович, я хочу у вас в театре работать. Он говорит, а не сильно так, вообще-то, в первый театр страны. Я говорю, ну так а что? Если уж, как говорится, ворвать, так и миллионы. Попытка оказалась успешной. Но в ленкоме он прослужил недолго. Сильно заболел. Провел в больнице полтора года. Мне сказали, что Марка, ну как бы тебя не было полтора года, то есть как снег на голову упал. Давай попробуй в Питере. Ну а в Питере все, кто поехал в Москву и чего-то там, хоть что-то добились, самого маленького, для Питера они уже все, мало интересно. Да и время такое было, на самом деле. И не хватало заработных плат, и это все. Недавно артист открыл свою компанию, которая занимается организацией праздников. Дела пошли в гору. И Горонок в очередной раз понял, что не стоит опускать руки и о чем-то жалеть. Этой простой истине он научился еще со времен съемок фильма. Ты руку подними. Нет, только выше, 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 выше. Вот, 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 вот так вот. А теперь вот ее резко брось, не скажи. Ну и... С плащем. Ну и... Это издевательство! Фраза, которая стала своеобразным девизом фильма, принадлежит сценаристу Олегу Данилову. Этот эпизод отнюдь не выдуманный. Это, пожалуй, единственное, что взято в этот фильм, вошло в этот фильм из жизни. Я когда-то работал в ПТУ, и у нашего замдиректора украли плащ. Действительно. И он пришел к директору жаловаться на это. А тот человек с юмором ему сказал, руку подними. Этот несчастный, видимо, решил, что тот хочет размер, что ли, этого плаща каким-то образом. Поднял руку выше, выше, выше. А вот теперь скажи, брось руку вниз и скажи. Вот так оно и было. Подобные шутки разбавили мелодраму и сделали фильм не только лирическим, но и комедийным. Правда, сценарий пролежал на полке целый год. Горько! Горько! Основная линия сюжета – взаимоотношения провинциальной пары и заезжего Нобелевского лауреата. Появил и самый последний. На роль главного героя, десантника Коли, было два претендента – Анатолий Журавлев и Михаил Пореченков. Они до последнего шли вдвоем. Все главных они были, вот они шли вдвоем. И Миша очень хорошо пробовался, и Миша очень хороший артист. Им всегда нравился. Но Миша был такой немножко непростак. Десантник, ого! В картине Астрахан собрал почти всех своих студентов. Журавлев был единственным, кто не входил в учебную группу режиссера. Как? Мы сказали, что ты делаешь? Он никогда не играл главной роли. Ну, он же совершенно не герой. Журавлев же не… он только там бандитов каких-то там играл там что-то. Он тогда играл там кого-то в эпизодах. Я сказал, ну, это и правда, я не буду спорить ничего. И выйти выяснилось, что мы были правы. Мы были правы, и Толя создал совершенно потрясающий образ этого. Журавлеву было не привыкать носить военную форму. Сам актер служил во внутренних войсках, а в картине сыграл десантника. Кольчушка маловато. Да. Вот здесь, видишь, старший лейтенант. А я был там сержантом. Сержант Коля. Анатолий Журавлев даже представить себе не мог, как прославит его эта роль. Подходили люди и поздравляли с этой работой. И даже один профессор, который посмотрел картину, сказал, вот ты снялся в этой картине, и уже вот попомни мое слово, что это будет твоя визитная карточка. Прошли годы, а так случилось, что в основном-то знают. И узнают тебя, и в первую очередь говорят, о, десантник, и все будет хорошо. Жизнь моя доля, точно сон. Роль в картине принесла актеру не только популярность, но и приличный заработок. На эти деньги я точно помню, что я смог купить себе новый холодильник и новый шкаф. Я стоял, я стоял несколько ночей в очереди. Коля, Коля, Коля! На роль невесты Коля Орлова пробовались разные актрисы. Там была Амалия Мордвинова, там все, она тогда все, вот на Пунизу, вот там как было, масса девочек просто, были объявлены даже кастинги в Ленинграде. Мы искали девочку. По всем институтам я смотрел, все, кто были там. Ездил по Москве, смотрел во всех институтах, мы приглашали на пробу. Ты ведь спишь? Правда? В 93-м году на экраны вышел фильм «Грех. История страсти». Именно там Ольгу в образе пылкой девицы, которая соблазняет священнослужителя и заметила режиссер Дмитрий Астрахан. В фильме «Все будет хорошо» актриса стала полной противоположностью своему персонажу и в прямом смысле даже пострадала за свою героиню, влюбленную в Нобелевского лауреата Петю. Когда мы с ней целуемся, и вдруг нас видит Журавлев Толик, о, Коля. И он ее к себе подзывает и бьет ей по щечину с левой руки. И прямо в кино видно, как это был один дубль. Потому что Толик, ну, так получилось. Ударил очень, откровенно говоря, сильно, и Оля так и ушла. Вместе с этой короной прямо так и с кадра ушла. На полтора месяца ушла. Сотрясение мозга. Отойди, пожалуйста, по-хорошему, прошу. Непредвиденных ситуаций на съемочной площадке было множество. Больше всего продюсеры волновались за съемки эпизода, в котором герой Михаила Ульянова едет на инвалидной коляске за огромной фурой. Сегодня подобные кадры можно запросто сделать с помощью компьютерной графики. А в 90-е пришлось вызывать настоящий машин ГАИ и вертолет. Пора завязывать. Какие-то видения начались. Тогда была реальная история, когда там был какой-то чувак сидел. Не помню, там рыбак, ну, какой-то рыбак, что-то еще. И просто я увидел этот взрыв, он увидел, что происходит. Он вот так глаза долго тер, что, ну, не представить себе, естественно, что в коляске ехал каскадер. Но первые кадры, это Михаил Александрович сам сидел. И, конечно, мы все ужасно беспокоились, чтобы, не дай бог, там сто раз все перепроверили. Хо! Хо! На площадке Дмитрий Астрахан не только руководил съемочным процессом, но и успевал заниматься своим маленьким сыном. Тогда он еще не знал, сколько испытаний выпадет на долю его ребенка. За роялем Павел Астрахан, старший сын известного режиссера. И один из главных критиков его творчества. До сих пор, каждый раз, когда я его пересматриваю, возникают новые идеи, новые мысли, которые я раньше, будучи более молодым, не возникали у меня вот эти вопросы. И я их сдаю отцу, как бы, новые какие-то рассуждения об этом фильме. И вот, естественно, радует, что, как бы, будто он снял фильм, по которому я иду всю свою жизнь и задаю им вопросы. Вот именно все будет хорошо. Андрей, пойдем. В фильме сыграла и мама Павла, актриса Ольга Беляева. Вот она, в роли Тамары Самсоновой. А вы бы хотели, чтобы он бросил пить? Он? Да я ж не знаю, как ему Богу молиться. Павла можно смело назвать сыном полка. Все тяготы кинопроизводства он переносил наравне с родителями. Когда ему было всего полтора года. Оля бегала, меняла ему подгузники. Тут же его кормили. Он среди артистов в автобусе или там на кровати где-то. Бедолага терпеливо переносил все эти лишения. Картина «Все будет хорошо» – одна из любимых папиных работ Павла. Во многом потому, что фильм напоминает ему о маме и не дает ее забыть. Ольга Беляева трагически погибла спустя пять лет после съемок. Это была жуткая история. И там все случилось. И был пожар. Приятно, что я знаю много о своей маме, что она оставила вот такие кинопленки, которые можно посмотреть. Ну и пытаясь в какой-то степени реализовать себя, может быть, в какой-то степени, потому что это все случилось. Вот места. Иди сюда. Проходи. Трагическая судьба постигла обоих актеров, сыгравших семейную пару Самсоновых. Они ушли из жизни в один год. Вслед за Ольгой Беляевой не стала и ее партнера по фильму Валерия Кравченко. Он умер спустя полгода от сердечного приступа. Тут мы и живем. Смотри, красота какая! Экранные перипетии разворачивались на самом деле не в провинции, а на окраине Санкт-Петербурга, в местечке под названием Уткино-Заводь. Здесь до сих пор стоят те же самые двухэтажные бараки, которые стали на время съемок фильма и декорациями, и павильонами. Вот сюда подходили, здесь была лестница, и вот это окно великолепное, куда залезал Александр Викшизбург. Так! Да куда ты? Давай! Сегодня, спустя 20 лет, Марк Гранок окажется в том самом подъезде, где по сценарию фильма жила его Оля. Слушайте, вот что-что, а вот запах остался тот же. 20 лет тому назад кошками пахло, так и пахнет. Не знаю, те же, не те же, но... Да все, а вот все осталось, вот как такое ощущение, как будто только-только съемки закончат. Дом совсем не изменился. Только жильцы стали другими. Сегодня на заезжих гостей они смотрят с опаской и боятся открыть им даже дверь. А еще в середине 90-х здесь повсюду звенели граненые стаканы. Местных старожилов в Ипевох еще долгое время вспоминал актер Михаил Ульянов. Ты представляешь, и вот эти мужики, они собрали, которые просто пьют, они выпили, похмелились, выпили, похмелились, и собирают по три копейки на опохмел. Они собрали не на опохмел эти три копейки. Они собрали там, не знаю, с огромной массой вот этих своих собутыльников, и на эти три своих несчастных опохмельных копейки купили мне букет цветов. То есть искренние, совершенно люди. Доброе утро, Катенька. Катя, вчера неаккуратненько. Ты уж меня извини, Катенька. Прости. Насмотревшись на местных мужиков, актеру Валентину Букину не составило труда вжиться в образ пьяницы-балалаешника Тузова. Подобные типажи там были везде. Атмосфера была соответствующей сюжету нашего фильма. Безработный народ, деклассированный. Сегодня актер Валентин Букин проводит экскурсию по своему дому. Точнее, по дому ветеранов сцены, ставшим для него родным. Тут нас питают, одевают, стирают, убирают. Актер переехал в дом ветеранов сцены после развода с женой. И кажется, вполне доволен этим решением. Но сегодня ему некогда принимать гостей. Актер торопится на свидание к ней, своей экранной супруге Кате. Боже мой, какая девочка. Время на нее не распространяется. До фильмов Астрахана зрители привыкли видеть актрису Ирину Мазуркевич в образе тургеневской барышни. Мне папенька говорил, кого, Настя, выберешь, с того и одобряю. Но с легкой руки режиссера она вначале сыграла Синьку-бомжиху. Мне за борьбу с демократией дочь школьница стала проституткой. Женя, здорово! А в следующей картине примерила на себя образ коменданта общежития. И матери взрослого сына-десантника. Городскую надо искать! Квартиру одиноких баб навалом! А с ней что? Не смей на нее орать! Толя Журавлев, который играл моего сына, он был буквально на несколько лет младше меня. Может быть, лет на пять он меня младше. И я играла его маму. И, конечно, тут есть такие ножницы и небольшой напряг. По работе Ирина Мазуркевич и Валентин Букин сегодня редко, но пересекаются. А вот актеры, сыгравшие главные роли, с тех пор так и не встречались. Господи, я с ума сошла, что я делаю? Я тебя люблю. По кино мы страстные любовники, любили друг друга. В жизни совершенно у нас были отношения такие, здравствуйте, здравствуйте, до свидания. Сегодня Ольгу Понизову мало что связывает с кино и театром. Ее новое увлечение – журналистика. Актриса не снимается, не дает интервью и даже не вспоминает о партнерах, с которыми когда-то играла влюбленных, в фильме «Все будет хорошо». Олю я вообще не видел после съемок. Ни разу. Хотел бы увидеть, как она, посмотреть на нее, как она выглядит. Ольга, большой себе привет передаю. Как бы ты ни была, где бы ты ни работала, что бы с тобой ни случилось, я думаю, что у тебя только все хорошо, как в нашем фильме. Я тебя люблю, Куль. Я тебя все уже люблю, Куль, Куль. Режиссер так увлекся съемками фильма, что не заметил, как закончились продюсерские деньги. Финальные сцены он доснимал уже за свои кровные. В итоге картина получилась продолжительностью более двух часов. Такую длинную мелодраму телеканалы отказывались ставить в эфир. С тех пор у фильма две версии. Сокращенная телевизионная и полная режиссерская. Полную версию фильма зрители смогли увидеть только спустя несколько лет после премьеры. И, наконец, понять, за какую математическую формулу Петя получил премию. Всего три года мне и впаяли. Услышать исповедь бизнесмена Смирнова о своей прошлой жизни и узнать мечту Коли Орлова. Вот он видит себя на месте успешного математика, а вот в роли талантливого и знаменитого рок-певца. Роль рок-музыканта исполнил студент Дмитрия Астрахана Геннадий Свирь. Актеру пришлось больше полугода отпускать волосы, чтобы соответствовать образу настоящего рокера. Все одеяние, которое было, насколько я помню, музыканты, художнику-постановщику, по-моему, казаки были от Гребенщикова, такой ремень модный, весь такой металлический, такой рокерский, по-моему, был от Бутусова, рубашка еще от кого-то. То есть вот это все собрали и делали вот такого вот рокера. Ирина Трофимова. Та самая девушка Веры из фильма, которой ждала своего возлюбленного рок-музыканта. Они не виделись гораздо дольше своих экранных героев, но сегодня она снова в ожидании его приезда. Я тебя приветствую. Красавца. Спасибо тебе, дорогой. Это тебе такой же красивый цветок, как и ты. Ну ты прекрасно выглядишь, что я могу сказать. Прошло столько времени, а ты только хорошеешься. Девочка, ты завалил меня. Сегодня Геннадий Свирь – востребованный актер. Он на расхват и в полнометражных фильмах, и в сериалах. А вот Ирина, в отличие от своих партнеров по фильму, много лет назад оставила кинематограф и полностью посвятила себя семье. С бутылкой! С бутылкой! Вот как жизнь-то распорядилась! Вот она жизнь сейчас! Оленька, видишь, как жизнь-то сложилась! Ой, я дура, я дура! Ровно 20 лет назад на этом самом месте когда-то снимали эпизод о том, как призывника Кулю Орлова провожают в армию. Многие кадры с этих съемок так и не вошли в финальную версию фильма, как, впрочем, и музыка. Ну, там был такой всякий эпизод, где они шли, и они, было утро пьянки, пила вся общага, и утром они его провожали, и они шли по такой дороге, был длинный снят кадр, они пели втроем. Жизнь моя доля, точно сон наяву, выйду я в поле натяну тетиву. Запоминающийся мотив сочинил известный на Урале композитор Александр Пантыкин. Но как рождалась эта мелодия? Музыкант предложил режиссеру несколько вариаций, но ни одна из них ему не понравилась. Тогда Астрахан запер композитора в одну из комнат у себя дома и поставил условие – не выпустит, пока не будет хита. К вечеру режиссер получил то, что хотел. Создание этой песни было абсолютно четким, конкретным заданием режиссера – написать песню к фильму. Был поэт Вадим Пулович, и была написана песня. Потом из этой песни было сделано большое количество вариаций музыкальных, которые, собственно говоря, и вошли в фильм. А сама песня из фильма выпала. Съемки подходили к концу, а фильм все еще оставался безымянным. «Иду к тебе» – так звучало рабочее название картины. Но режиссеру оно категорически не нравилось. И тогда мы, помню, сидели и обсуждали это. И я все говорю, да, ну, какой-то такой вот, чтобы все получится, все, фильм о том, что все состоится. Надо вот, Олег назвал, все будет хорошо, я помню, Олег назвал. Все будет, вот, формула, все будет хорошо. Все, все будет хорошо. Дмитрий Астрахан суеверен. Например, он никогда не присутствует на премьерах своих фильмов. Но когда на фестивале в Варне публики впервые представляли картину «Все будет хорошо», он не выдержал и зашел в зал. Я вот захожу в зал, именно захожу в тот момент, я открываю дверь, смотрю на экран, и идет, заканчивается часть, там же так мелькает, я знаю, где часть кончается, начинается следующая часть. И начинается следующая часть, и она не та, пропущена часть. И она начинает идти. Киномеханик все быстро исправил. Несмотря на такую заминку, зрители долго аплодировали в фильмах. Значит, забирал, и все будет, конечно, лучший фильм России был. Кого не спросишь, все были влюблены в этот фильм. А он имел успех, потому что, насколько я знаю, я читал все эти сводки доходов в кассовых кинотеатрах, он входил, все будет хорошо, в десятку или в пятерку, я сейчас не помню, кассовых фильмов наравне с американскими голливудскими фильмами, что очень трудно по тем временам было. Сегодня Марк Гранок мечтает написать сценарий продолжения нашумевшей и полюбившей совсем мелодрамы. И кто знает, возможно, Дмитрий Астрахан согласится экранизировать эту историю и снова собрать на съемочной площадке прежнюю актерскую команду.